16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Телеграм в России. Вот уже два дня ведомство безуспешно пытается перекрыть доступ к приложению, но все, чего удалось достичь за это время, это показать свою неэффективность в борьбе с мессенджером. Сколько времени понадобится Роскомнадзору, чтобы отрезать Россию от всего мирового интернета? Как упала посещаемость и доходы в популярных Телеграм-каналах? А также реакция Дурова и мировой общественности навесит от фарс. Об этом всем будем говорить в ближайшие несколько минут. С вами проект Ютубер, подписывайтесь на канал, чтобы всегда смотреть только актуальные новости, а мы начинаем. Первый в новейшей российской истории запрет мессенджера в соответствии с тем самым злосчастным пакетом яровой на днях стал реальностью. Разговоры об этом ходили уже давно, но 13 апреля Таганскому суду Москвы понадобилось буквально 18 минут, чтобы удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Телеграм и разрешить ведомству начать ограничивать доступ к мессенджеру немедленно, не дожидаясь апелляции. Представители мессенджера на заседании даже не присутствовали. Павел Дуров попросту запретил своим юристам участвовать в суде, дабы не легитимировать откровенный фарс. Но блокировка началась не сразу. Только с 16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, но получается у него пока что слабо. Просмотры и число подписчиков у популярных каналов только растут, а пользователи говорят, что с телефона Телеграм работает без всяких VPN. Но что вообще значит заблокировать мессенджер? Для начала нужно заблокировать IP-адреса всех серверов, которые сервис использует для связи с внешним миром. Именно этим Роскомнадзор занялся в первую очередь. За первые два дня было заблокировано более 19 миллионов IP-адресов, предоставляемых хостингами на базе Amazon и Google. Чтобы лучше понимать ситуацию, в мире сейчас имеется всего 4 миллиарда доступных IP-адресов. И если предположить, что Роскомнадзор такими же темпами продолжит блокировку, то отрезать Россию от всего интернета можно будет в пределах одного календарного года. Но даже это не самая сомнительная часть такого подхода. Да, дело в том, что наряду с Телеграм услугами хостинга пользуются и другие компании, а так как блокировка IP-адресов происходила целыми блоками, на некоторое время оказались недоступны самые разнообразные сайты и сервисы. От онлайн-школ иностранного языка до служб курьерской доставки. В общей сложности о проблемах с подключением сообщали и пользователи нескольких популярных онлайн-игр, такие как PUBG, Fortnite и World of Warship. И пока другие компании страдают от опрометчивых действий Роскомнадзора, популярность Телеграма только растет. Техподдержка мессенджера постоянно перенаправляет потоки на другие сервера и меняет настройки в приложениях пользователей через пуш-уведомления. По разным прогнозам, после блокировки русскоязычная аудитория Телеграм, которая сейчас насчитывает около 15 миллионов пользователей, должна была сократиться до 30% от нынешней, а вскоре в течение месяца восстановилась бы до 65-70%. Рекламный рынок, в свою очередь, должен был сократиться примерно на треть, причем не только из-за потери аудитории, а из-за того, что рекламодатели попросту боятся заключать контракты. Как же обстоят дела на самом деле? Согласно данным tgstat.ru, в день блокировки Телеграм число просмотров в русскоязычных каналах суммарно выросло на 30 миллионов, а суммарный прирост подписчиков по всем каналам составил 270 тысяч человек. Эти цифры говорят о том, что блокировка не отразилась на размере аудитории. К слову, стоимость рекламы в соцсети, наоборот, может вырасти, ведь даже если приложение потеряет честь пользователей, останется самая лояльная аудитория. Во вторник днем это подтвердил и Павел Дуров. Он опубликовал пост в Телеграм, в котором сообщил, что мессенджер не зафиксировал большого сокращения охвата аудитории на русском рынке. Кстати, тут в подсказке есть небольшой опрос касательно всей этой ситуации, так что переходите и голосуйте, интересно будет посмотреть на результаты. Сам Дуров принимал активное участие в препятствовании попыткам заблокировать мессенджер и призвал пользователей помогать с финансированием VPN и прокси-сервисов. По его словам, он готов потратить на это миллионы долларов из личных сбережений. Заодно создатель Телеграм поблагодарил пользователей мессенджера за поддержку и преданность в первые сутки блокировки, опубликовал логотип цифрового сопротивления, который уже успел разойтись на стикеры, а также переделал эмблему ведомства под свое видение ситуации. По сообщениям главы Роскомнадзора Александра Жарова, деградация Телеграм сейчас составляет 30%. Где эта деградация происходит и другие подробности он, к сожалению, не уточнил. Но уверял, что претензий от онлайн-сервисов, пострадавших от массовых блокировок IP-адресов, мало, и уже строит планы о возможной блокировке Фейсбука до конца 2018 года. Вот интересно, насколько уже людям надоели эти постоянные угрозы блокировок. Если ты тоже считаешь, что такие примитивные методы решения проблем должны уйти в прошлое, то ставь лайк под этим видео. По состоянию на сегодня Телеграм продолжает функционировать. Значительных перебоев не наблюдается, а эффективность борьбы ведомства показала себя крайне посредственно. Но служба на этом едва ли остановится. Роскомнадзор уже потребовал удалить приложения из российских магазинов App Store и Google Play. И если магазины прислушаются, Телеграм будет сложнее. Приток новых пользователей приостановится, а старые не смогут устанавливать обновления. Тем временем российские депутаты и чиновники, которые комментировали ситуацию с блокировкой Телеграм, продолжают заходить в мессенджер после формального ограничения к нему доступа. Представители компании Павла Дурова пытаются обжаловать неправомерное решение суда. А весь интернет упражняется в мемасах, наглядно иллюстрируя войну Роскомнадзора с Телеграм. А теперь подойдем к главному вопросу. Зачем нам все это нужно и как нас с вами должна касаться эта тема? Несмотря на то, что сейчас со всех сторон кричат о нарушении прав и свобод, о цензуре и давлении на свободу слова, блокировка Телеграм это в первую очередь попытка запретить действительно востребованный во всем мире российский инновационный продукт. Как после таких действий можно рассчитывать на какой-либо рост инвестиций в российские стартапы или развитие предпринимательства? В том-то и дело, что никак. Именно поэтому внимание людей приковано сейчас к этой истории. А как вы думаете, чем все закончится? Сможет ли Телеграм устоять под натиском блокировок? И что быстрее закончится? Силы у Роскомнадзора или деньги у Павла Дурова? Делитесь своим мнением в комментариях. А на этом все. С вами был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok